В пятый день мы посетили Светловодский речной терминал, первый элеватор на воде в нашей агроэкспедиции. Он входит в группу компаний «УкрАгроком» и «Гермес Трейдинг». Команду элеваториста встречает руководитель коммерческого отдела компании Михаил Егоров. Идея строительства такого терминала именно с речной логистикой, с речным причалом, наверное, у собственника появилась достаточно давно. Реализовать ее получилось буквально в прошлом году ввести в эксплуатацию наш терминал. Очевидно, что речная логистика, она по расчетам ранее казалась и была дешевле. Мы могли оперативно, используя речной транспорт, грузить 3-5 тысяч тонн, что за один день мощность элеватора позволяет достаточно быстро и оперативно перемещать объемы в управлении портов. Строительство терминала началось летом 2012 года, а уже в январе 2013 года была введена в эксплуатацию его первая очередь. Сегодня мощность элеватора по хранению составляет 94 тысячи тонн. Здесь стоит 12 силосов по 6 тысяч тонн и 6 силосов по 1000. В сезон заготовки мы работаем круглосуточно. Сегодня активная фаза заготовки закончилась. Много осталось по хозяйствам, потому что весна, осень, лето позволяли убирать культуры в кондиционном состоянии. И многие сиропроизводители разложили по своим складам, даже не подготовленным. Там есть варианты, когда просто асфальтировали коровники, туда закладывали зерно. Но в принципе худо-бедно зерно сохраняется сегодня в хорошем состоянии. Элеватор способен принять 5 тысяч тонн в день, а также обработать и просушить 4,5 тысячи. При этом погрузка на железнодорожный транспорт достигает 4 тысяч тонн, а на водный 5 тысяч тонн в день. Транспортное оборудование на элеваторе производство американской компании GSI. Зерносушилка и зерночистка немецкой компании Bühler. Это самый большой объект, который мы видели за всю агроэкспедицию. В соответствии с системами автоматизации, диспетчеризации и электрическими системами тут отмечаются потужные механизмы, наявность пристроя плавного пуска приема. Бачите, на механизмах выше 15 кВт. Чтобы увидеть всю мощь и красоту Светловодского речного терминала, мы поднялись на самую высокую точку рабочей башни. Это ни много ни мало, 45 метров. Сверху все как на ладони, и сам элеватор, и Днепр, и окрестности Светловодска. После осмотра элеватора с высоты птичьего полета мы перешли на причал. Его длина 240 метров. Это позволяет принимать суда класса Панамакс. Глубина у причальной стенки 4 метра. Такая осадка вполне приемлема для судов типа Волгодон, способных перевозить по 4000 тонн зерна. Как рассказал Михаил Егоров, за два года терминал отгрузил 20 суден, хотя возможности предприятия гораздо шире. Однако после девальвации гривны железнодорожные поставки подешевели, а речная логистика осталась на прежнем уровне. Это делает ее не совсем конкурентоспособной. Поэтому на сегодняшний день в этом сезоне мы отгрузили 5 плавсред всего лишь. Это были под украинским флагом баржи, баржебуксирные составы. Ну а так в основном в этом году использовали железнодорожный транспорт. И в октябре месяце отгрузили 6 маршрутов поставок, каждой по 54 вагона. Было обязательное требование со стороны железнодороги загрузить один маршрутный состав за сутки, что мы сделали. В принципе, мощность элеватора позволяет грузить 54 вагона в сутки, 56. Ну вот так мы, скажем, пошли уже больше в направлении железнодорожных отгрузок. Хотя для нас это, ну, наверное, шаг назад для компании, потому что хотели работать все-таки с рекой более активно. В таких условиях компания пытается находить новые решения. Директор речного терминала Владимир Хиля рассказывает, что сегодня есть планы завести железнодорожные пути на причал, поставить портальный кран и обрабатывать штучные грузы. Кроме того, в компании видит большую перспективу в контейнерных поставках по Днепру. Главное, так уж на этом не затянетесь, побудуватися, какую-то переробку тут на этот приезд, побудувати железнодорожные на причал, потому что можно было бы туда подавать как вагоны зерновоза, так и подавать штучные грузы и приймать. Река может решить вопрос снижения нагрузки на транспортные магистрали, железнодорогу и автотранспортную магистраль и стать полноценной транспортной артерией, которая может перевозить, по оценкам, до 10 миллионов тонн только зерновых грузов, которые в данном регионе собираются. Ведь река проходит через 8 областей, начиная от Киевской, даже Черниковской, и заканчивая Херсонской, проходя через Запорожскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Кировоградскую, что мы находимся, Черкасскую. То 10 миллионов тонн зерновых, которые здесь потенциально могут пойти на экспорт, они могут идти через реку. Экскурсии по речному терминалу участники нашей агроэкспедиции закончили общим фото вместе с гостеприимными хозяевами. Вот таким был пятый день нашей агроэкспедиции. Оставайтесь с нами, будет интересно.